Сегодня экономикс, у нее есть, как полагается, как у всякой общественной теории, имеется крыша. Крыша это международные финансисты, транснациональные банки. Потому что из теории экономикс, там выход из кризиса всегда одинаков. С точки зрения экономикс, выход из кризиса всегда одинаков. Нужно дать банкам деньги и будет всем счастье. Очень интересная концепция. Я понимаю, почему она банкирам нравится. Но сегодня уже понятно, что эту концепцию реализовать невозможно. И в Соединенных Штатах Америки, окроме Хиллари Клинтон, которая, значит, как раз говорит, что банкам таки надо дать денег, а к власти рвется Дональд Трамп, который считает, что надо наоборот денег банкам не давать, и если они загнутся, и хрен бы снять. А при этом ему говорят, ну как же, ну тогда Соединенные Штаты Америки не будут контролировать мир. Трамп говорит, ну не надо, у нас у самих бардак, что это мы будем весь мир учить жить. Это я цитирую, да, несколько дней там и назад сказал. Замечательно. Что отсюда следует? Что Трамп будет искать региональных лидеров, с которыми будет разговаривать. Войдем мы в число региональных лидеров, не войдем, это вопрос отдельный. Ну то есть он, безусловно, нам предложит, а вот будем ли мы соответствовать. Но интерес в другом. Дело в том, что Трамп же, кроме договоренности, должен еще предъявить некоторый конструктивный сценарий. Без этого никак. Ну типа, если я пахан, то я говорю, что делать. Вы можете со мной соглашаться, тогда вы мои младшие партнеры, или даже равноправные партнеры. Если не соглашаетесь, я вам сделаю бубо, попытаюсь заменить вас на более адекватных. Но если у меня нету конструктивного сценария, я уж точно не могу быть паханом. Это просто невозможно. Проблема стоит в том, что в рамках той экспертной среды, которая есть в Соединенных Штатах Америки, конструктивный сценарий придумать невозможно. Потому что они даже объяснить нынешний кризис не могут до сих пор. Восемь лет идет кризис, нету до сих пор теории кризиса. У нас он написан еще до начала кризиса. А у них нет. А у нас есть. Вот экономический язык, на котором пусть теоретически, но можно описать некоторый конструктивный сценарий выхода из кризиса и построения посткризисной экономики, черт реально, не сам сценарий, но язык только. Его на Западе не существует. А у нас он уже есть. И это повод для очень серьезных действий и возможностей. Сможем мы это разыграть? Не сможем. Это вопрос отдельный. Это скорее вопрос книжки. Это вопрос политический. Но теоретически такая возможность у нас есть. Более того, мы можем в результате сделать вещь, которой у нас уже нету ста лет. Дело в том, что в результате некоторых действий революционеров в 17-18 году, мы лишились российских представителей мировой элиты. У нас нет представителей в мировой элите. Никого. Были попытки отдельных лиц туда прорваться. Начиная от Сталина и кончая, скажем, Примакову. Но это было на личной основе, не системе. Сейчас есть возможность нас туда вернуть. В рамках разработки сценария посткризисного развития экономики. И вот этим нужно заниматься. Это еще одна причина, по которой я считаю, что кризисная теория – вещь крайне важная сегодня для страны в целом. Это вот к вопросу об ответственности. Где у нас там Ваня-то ушел, что ли? Ушел. Ушел. Ну вот как бы вот это вот... Ушел вот ответственность всегда. Ну вот. Ну вот он вот все время, да, вот посидеть, часок-другой подумать – это не в его стиле. Мой папа мне всегда... Поздать надо. Мой папа мне всегда говорил – Миша, для того, чтобы человек был хорошим ученым, у него должен быть острый верх и тупой запах. Да, да, иначе не верно. А если запах острый, то ученым... Кем-нибудь, может быть, и можешь, он ученый верх.